Всем привет! Сегодня мы познакомимся с OpenGL, но с использованием QtVidget. До этого у меня уже были какие-то мелкие проектики, либо примеры с использованием OpenGL. И там мы подключали GLFW, такую библиотеку. Сегодня же мы будем использовать стандартные средства Qt, то есть QtVidget и есть еще такая штука как QGLVidget, что существенно может упростить разработку приложений с использованием OpenGL. Потому что сама библиотека OpenGL является кроссплатформенной, но на разных платформах, на разных проектах нужно выкачивать, подключать библиотеки OpenGL для конкретной платформы. С использованием же Qt и QGLVidget мы от этого уже отходим, и нам уже не нужно делать кучу этих действий. Вот, и сегодня мы так поверхностно познакомимся. Вот, ну кто не знает, то OpenGL это стандарт для двумерной и трехмерной графики, введенный Silicon Graphics с 1992 года. Вот, то есть этот стандарт уже устоявшийся и устоявшийся. Аналогом OpenGL есть DirectX, но DirectX у нас это разработка Microsoft, соответственно DirectX не является кроссплатформенным, то есть платформа независимая. Вот, итак, что нам нужно? Ну, я создал уже проектик, пустой проектик, проектик Qt Widget Application. То есть это простое окошечко, которое создается по умолчанию. Вот он, MainWindow. И вот с этого мы и начнем. Первым делом нам нужно в профайле подключить наш OpenGL. OpenGL. Вот так вот и пишем. Библиотеку. Сделали. Далее. Далее нам нужно создать класс. Добавим класс. И назовем его там как-нибудь GL, GL, GL. Я правильно написал или нет? Ну да ладно, может и неправильно, но вот так вот. GL, GL. Или GL давайте view. Вот. Создаем класс. И что нам дальше нужно сделать? Нам нужно обязательно перейти в H файл и пронаследовать его от виджета. От QGL виджета. Вот. То есть первым делом нам нужно подключить. Подключить непосредственно заголовочный файл. QGL. Ну сейчас мы его подключим. В общем, как вы видите, здесь немало файликов и классов для работы с OpenGL. В данном случае, к примеру, QGL, что у нас тут? Например, формат. Формат это класс для хранения настройок OpenGL. То есть там можно передавать различные режимы, устанавливать. Вот. Color Map это у нас для цвета, для индексирования цвета. Вот. То есть Qpixel буфер это из названия. Я думаю, понятно, что это буфер чего-то. То есть это содержит в себе буфер изображения OpenGL. Вот. Ну, короче, здесь немало этих классов. Вот. И здесь можно использовать уже Qt-шные цвета. То есть это гораздо проще, чем с стандартными средствами. Но об этом как-нибудь позже. Сейчас мы просто создадим наше представление. И запустим это все. И что-нибудь нарисуем. Хотя бы пару линий. Вот. И нам нужно Qt-шель виджет. Вот. Ну, а здесь, соответственно, нам нужно пронаследоваться от этого виджета. Делаем вот так вот. Qt-шель виджет. Да вот. Давайте это уберем. Я по своей привычке. Но вы все можете оставить и так. Вот. Сделали. То есть в данном случае мы уже наследуемся от виджета. Про виджеты мы уже немного знаем. То есть в самом Qt-шных виджетах содержится много полезных и удобных функций. Удобного функционала. Которые позволяют нам отслеживать и нажатие кнопок мышки. И узнавать текущие размеры экрана. Точнее виджета. И т.д. и т.п. Вот. И самое главное. Что нам нужно сделать. Нам нужно. Так как в Qt-шель виджете. Есть. Где оно у нас. У нас есть. 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 Вот. Три главных функции. Самых главных функций. Это Initialize.jl, Recite.jl и Pen.jl. То есть Initialize.jl вызывается сразу же после создания объекта. То есть здесь мы можем проинициализировать нашу сцену. Вот. То. Что мы будем рисовать. То есть мир. Да. Там 2D или 3D. Повключать дополнительные опции. Там текстуры. Освещение какое-то. И прочее. Вот. Далее. Recite.jl. Recite.jl. Я думаю уже. Те кто. Немного. Уже знаком с OpenJl. Тот знает. Что при изменении размеров окна. Нам нужно. Уведомить. Это сам. Движок OpenJl. Чтобы он. Провел перерасчеты. Чтобы. Все было. Как бы пропорционально. Мы можем. Окошечко. Менять размеры. Окошечко. А все пересчитывается. И квадратики. Как были квадратики. Они такими и остаются. Вот. Вот. И. PaintJl. Это то место. Где у нас. Происходит. Отрисовка. Вот. И так. Приступим. Приступим. Это те обязательные функции. Которые нам нужно. Нужно у себя описать. Так. Это у нас hfile. Virtual можно убрать. Я не думаю. Что кто-то от нас будет наследоваться. И давайте. Скажем. Потому что мы. Вот. Override. Это мы уже помним. Если virtual. То лучше нам написать. Override. Указав. Тем самым. Компилятору. Что мы перекрываем. Эти методы. Методы. Точнее. Функции. Базового класса. Вот. Ну. И дальше. И дальше. Сейчас я нажму на паузу. И сделаю небольшую подготовку. Итак. Вот я сделал. Что я сделал. Я здесь добавил. Инициализацию. Нашего OpenGL. Вот здесь. Совсем минимум. Здесь ничего не включено. То есть. Самый минимум. А вот. Из которого следует. Что у нас. 2D будет режим. Дальше. RSI. Это когда меняется наш виджет. То есть. Я вызываю OpenGL функцию. И. Говорю о том. Что размеры окна. Изменились. Соответственно. Будет пересчет. Ну. И. Собственно говоря. Вот здесь. Я уже использую. Q. Как вы видите. GL Clear Color. А вот. Не стандартную. Не OpenGL функцию. А. Такую отбертку. Которая. Уже. Удобнее. Устанавливать цвет. В данном случае. Какой-то. Dark. Cyan. А вот. Здесь. Вот. Предустановленные. Из цвета. Есть. Черный. Белый. Там. Серый. Зеленый. Синий. Вот. Ну. Это очистка. Там. Флагов буфера. И. В данном случае. А. Ух ты. Прикольно. Смотрите. Навожу. И. Мне показывает еще и цвет. Вот. Мышкой. Круто. А тут оно покажет. Нет. Ладно. Вот. Ну. И. Рисуется треугольник. Вот. Что я еще сделал. Ну. В. Мейн. Виндове. Подключил. Наш. Вот. Этот. Новый класс. Джейл. Виджет. И. Вот. Создал. Объект. С именем. М. Вью. И. При создании. Мейн. Виндова. Мы. Делаем. Шоу. То есть. Показываем. Виджет. Ну. И. Запустим. Запустим. И. Посмотрим. Что получилось. Вот. Это. Мейн. Виндов. Получилось. Ему. Конечно же. Нужно убрать. Неудобно. И. Вот. Наше окошечко. Вот. Мы. Меняем. Размер. Нашего. Окошечка. И. Все. У нас. Пересчитывается. То есть. Срабатывает. Функция. Рассайджа. А. Вот. То есть. Красный. Треугольник. Ну. Это. Не совсем. Видно. Что. Это. Треугольник. Так. Как. У нас. Вот. Здесь. Давайте. Сделаем. Отступы. И. Запустим. Еще. Раз. Вот. Теперь. Это. Видно. Что. Это. У нас. Красный. Треугольник. Вот. Теперь. Давайте. Уйдем. От. Этого. Майн. Виндов. Которое. Нам. Не. Нужно. Чтобы. От. Него. Уйти. Нам. Надо. Перейти. В. Майн. Виндов. И. Вот. Здесь. Вообще. Его. Убрать. Так. Так. Как. Видите. Майн. Виндов. Это. Тоже. Наследуется. Там. От. Глобального. Класса. Там. Виджет. У него. Тоже. Есть. Функция. Шоу. Так. Давайте. Подключим. Наш. Джейл. Вью. Созрим. Объект. Джейл. Вью. Виндов. Код. И. Вызовем. Функцию. Шоу. Покажись. И. Запустим. И. Все. Как мы видим. Уже. Майн. Виндова. Нет. И. Вот. Мы. На полный экран. Можем. Уже. Что нибудь. Там. Рисовать. И. И. Играться. С. Опен. Джейл. Так. Кроме. Всего. Прочего. Давайте. Еще. Джейл. Вью. Так. Давайте. Еще. Добавим. Обработку. Нажатие. Кнопки. Мыши. Вот. Чтобы. Было. Нам. Удобнее. Работать. И. Проверим. И. Нам. Для этого. Нужно. 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 Переопределить. Две. Функции. Их. Найти. Либо. Здесь. Виртуал. Виртуал. А. Не. Не. Это. У. Самого. Виджета. Так. Ну. Давайте. Два. Две. Функции. То. Есть. У нас. Есть. Функция. Первая. Это. Маус. Пресс. Ивент. Давайте. Только. Пресс. Ивент. Мол. Ивент. Не будем. Так. Кю. Маус. И. Эта функция. У нас. Давайте. Перейдем. Ф2. Нажмем. Ага. Не. Не. Переходит. Ладно. Эта функция у нас принимает объекты вот такого типа. Кю. Маус. Эван. Вот. Указатель на объекты этого типа. Соответственно. Нужно. Там где мы используем пятишные всякие классы. Нужно подключать заголовочные файлы. Так. Напишем. Что это. Оверрайт. Вот. И с помощью этой функции. То есть эта функция мы уже понимаем будет срабатывать тогда. Когда будет нажата клавиша мышки в нашем OpenJL нам окошечке. Так. Оверрайт уберем. Есть. Open. Ивент. И теперь мы можем узнавать координаты точки. То есть координаты того места куда кликнула мышка. Вот. Есть. POS. Оно возвращает кьюпоинт. Давайте в нашем классе private создадим член класса. То есть объект типа кьюпоинт. Вот. Кьюпоинт. И назовем его mPosition. Соответственно помним. Если мы используем хоть один класс. То лучше его вот здесь добавить. Он скорее всего. Да он наверное скорее всего вот здесь есть. Ладно не будем. Так. И давайте mPosition будет равно aEventPost. То есть мы будем сохранять последнюю позицию куда кликнули мышкой. Ну давайте поставим точку останова F9. И протестируем как оно работает. Сейчас запустится наше окошечко и мы кликнем мышкой. Например кликнем мышкой вот вот здесь. Все верно. Сработала функция. И и и и. В данном случае координаты 627, 429. Окошечко как я как вы видите создал с размерами 800 на 600. Соответственно вот эта функция будет постоянно говорить когда размеры меняются. И мы всегда будем ограничены координатами 0, 0, 800 на 600. Вот. Отлично. А теперь давайте-ка. Давайте-ка будем сделаем вот так вот. Будем рисовать треугольник в зависимости от того где мы кликнули мышкой. То есть это будет старт нашего треугольника. Дальше вправо куда-то, да, пойдем. Плюс 100. И вниз плюс 100. Дальше нам нужно замкнуть. Так. Это X. А это у нас будет Y. Ну давайте тоже плюс 100. Сейчас проверим. Вот наш треугольник. Кликнули. Видите, ничего не произошло. Alt-tab. Кликнули. Почему-то ничего не происходит. Я кажется догадываюсь почему. Но я вам сейчас объясню. Ага, вот мы изменили размеры окна и изменилось. Смотрите. Кликнули. Ничего не меняется. Меняем размеры окна и мышка, точнее наш треугольник перерисовался. Так в чем же дело? Дело в том, что функция pngl, она рисуется не, вызывается не каждую там секунду или миллисекунду. Вот. Она вызывается только тогда, когда приходят какие-то события. В данном случае, когда происходит RSI с GL, перерисовывается. Либо, либо же, ну еще какие-то возможные события. Так вот, то есть это скорее всего сделано для того, чтобы повысить где-то производительность. Наверное, я не знаю. Так вот, что же нужно сделать? Нам нужно как-то сказать о том, что на самом деле у нас много чего поменялось и будь добр, перерисуйся. Но самый такой простой способ можно сделать вот так вот. Вызвать функцию update. Функция update это, 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 ку-виджетовская функция. То есть вот здесь есть update слоты. Ну, мы их не рассматривали, но со временем рассмотрим. И repaint. Ну, в данном случае update. Мы говорим обновись. И после этого у нас как бы произойдет перерисовка. Ну, давайте запустим. То есть в данном случае мы просто скажем, что у нас что-то изменилось. Вот я нажимаю кнопку, кнопку, что-то у меня должно уж вот отсюда рисоваться, наверное. Ну, да ладно, это мелочи. Вот, как вы видите, уже перерисовывается. Все хорошо. Но в сложных ваших программах везде тулить update. Я даже не знаю, имеет ли смысл. Может и имеет, а может и не имеет. Вторым способом это, конечно же, можно сделать вот так вот. В самом pngl постоянно дергать этот апдейт. Но это может ударить по производительности. Потому что в данном случае уже каждый раз будет дергаться эта функция. Ну, я думаю, вы понимаете. Вот. Это не очень хорошо. Способов много может быть. Еще один из способов создать таймер. Qt-шный таймер. И с помощью этого таймера, там раз в 33, к примеру, миллисекунды, вызывать функцию update. Так вот, Qtimer. Ну, давайте, давайте попробуем еще с легонца познакомиться с нашим. Это один из вариантов, да, апдейта нашего. Qtimer. Вот он. Что это такое? Это такой класс, который можно сказать... Можно ему сказать что? Можно ему сказать, каждый... Там какое-то время вызывает какую-то функцию. Функцию такого-то там класса, объекта. Вот. И он будет вызываться. Ну, давайте. Qtimer. И, 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 и... Так, так, так. Что у нас тут? Есть синглшот функция. Хороша. Но эта функция устанавливает нам... То есть, первый параметр мы видим. Сколько миллисекунд. Ну, дальше там объекты. И синглшот это один выстрел. Это говорит, что через сколько-то времени сделать что-то. Один раз. Вот. Нам же нужно не один раз. Нам нужно постоянно обновлять наш экран. И желательно там хотя бы 30 кадров в секунду. Вот. То сейчас мы это сделаем. Так. Что нам надо сделать? Смотрите. Ну, я думаю, вы почитаете детально об этих функциях справки. Вот. Чтобы не занимать время. Ну, мы сделаем следующее. Смотрите. У функции таймер... У объекта класса таймер есть такая функция старт. Она запускает. Этой функции старт, к примеру, 2000. 2000 миллисекунд. То есть, каждые 2000 миллисекунд нам нужно что-то делать. К примеру. Что же нам нужно делать? Вот есть вот такая штука. Мы это еще не разбирали. Connect. Это чисто QT-шный прикол. Даже не прикол, а фича. Очень удобная. Она позволяет связывать различные объекты друг с другом. То есть, связывать посредством каких-то функций. То есть, у QT есть такая штука, как сигналы и слоты. Вот. Значит, это мы и разберем. Пока мы не разобрали это, вы можете об этом, конечно же, познакомиться сами, чтобы потом было проще. Но, вкратце, да? Connect. Нам нужно соединить. То есть, что принимает... Какой первый аргумент? Sender. Тот, кто что-то отправляет. В данном случае у нас есть таймер. Он каждые 2000 миллисекунд что-то будет генерить. То есть, это отправитель. M. Таймер. Но там нужен указатель. Значит, берем адрес у этого объекта. Дальше. FUNC1. То есть, в данном случае, это нам нужно указать, какой же сигнал будет отправлять вот этот таймер. Ну, то есть, при каком сигнале должно что-то происходить. Вот, сейчас вы все увидите. Пишем сиг... То есть, это макрос. Сигнал. И у таймера... У таймера, если мы перейдем к нему, мы можем посмотреть, какие у него сигналы есть. Вот. У него всего лишь один сигнал. Timeout. То есть, по истечению вот этого времени происходит тайм-аут. И этот объект... То есть, вот нам пишем тут тайм... Значит, этот объект, по истечению этого времени, этого сигнала, нужно кому-то уведомить об этом. Что что-то, как бы сигнал прошел. Значит, пишем здесь. Нам нужно уведомлять наш объект. И у него есть, у нашего объекта, мы видели, есть апдейт. Вот он. Это слот. То есть, сигнал и слот. Нам нужно сказать, что... Вот, вызовись вот это. Но мы будем не апдейт вызывать, а репейнт. Все-таки репейнт проще. Почему проще? А потому что... Ну, из названия. Апдейт, мало ли, что он там делает. А репейнт, мы, я думаю, понимаем, что это четко перерисовка. Так вот. Мы соединяем объект таймер с его сигналом тайм-аут. Вот. А тайм-аут будет вызываться каждые 2000 миллисекунд. И каждые 2000 миллисекунд наш объект, наша окошечка, будет уведомлять, уведомляться посредством вот этой функции репейнт. То есть, мы можем создать свою функцию. Ну, давайте. Давайте сделаем уже краткий такой экскурс. Напишем паблик. Так, в нашем, в нашем, в нашем классе. Паблик. А даже, наверное, не паблик. Private слот. Вот так вот, да. И напишем свой. Void My Slot. Вот. То есть, это обычная функция. Давайте вот здесь ее напишем. То есть, мы ее хотим связать с определенным сигналом. То есть, этот механизм очень удобный, очень крутой механизм с сигналом, слотом сигнала. Вот. Так. И теперь давайте сюда передадим My Slot. А вот здесь мы будем вызывать, вызывать репейнт. Вот. То есть, мы сигнал таймера, тайм-аут, связываем с нашим слотом My Slot. И давайте запустим и посмотрим, что у нас получилось. Кликнул мышкой. Что-то ничего не происходит. Так, давайте 33 по 100 миллисекунды. И запустим еще раз. Не работает. Сейчас убедимся, что у нас хоть что-то срабатывает, а у нас ничего не срабатывает. Хорошо. Что-то я не учел. Сейчас я быстренько разберусь. В общем, какая-то проблема с моим слотом. Слотом, слотом. Короче, нужно тогда стандартно использовать репейнт. А что так произошло? Что-то я не понимаю. Вот же здесь репейнт, слот. Ладно. Это потом разберемся. Ну, слоты и штука крутая, но вот так вот у меня оно не заработало. Странно. Тогда будем использовать стандартный слот. Тогда я свой убираю. Вот. Я могу ошибаться, но вроде бы... Это уже вроде бы там были... Были какие-то нюансы, которые нужно было помнить и знать при использовании этих слотов. Вот. Тогда будем использовать стандартный репейнт. Так вот, мы связали, мы связали. А репейнт это наша функция, только функция нашего родителя. Родитель, где он у нас? Вот он, вот он. Кьювиджет. Вот. Итак. Запускаем. Запускаем. И что мы видим? Вот я клацаю мышкой, и все у нас перерисовывается. Вот. Ну, давайте убедимся. Поставим, чтобы каждые 2 секунды у нас это происходило. Вот классно мышка, и как видите, такое затуп происходит. Вот. Все хорошо. В данном случае мы эмулируем как будто бы у нас 30 фпс. А вот. И вот таким способом можно обновлять экран. Вот. Заставлять PNG рисоваться там каждый какой-то интервал. Либо же можно продумать архитектуру и сделать так, чтобы когда что-то меняется, только тогда происходила перерисовка. Вот. Так. Ну, что еще? Можно еще конечную же. Давайте это все закроем. Вызвать это все. Наша кошечка на полный... Сделать полноэкранным. Шоу фуллскрин. Давайте сделаем. Давайте запустим и посмотрим. Самое главное, чтобы Alt F4 сработал. Вот. Ага. А, я понял. У нас тут чуть-чуть проблема с определением координат мышек. Нажмем Alt F4. То есть, шоу фуллскрин работает. Но осталась такая небольшая проблемка с определением координат. Координат. И как-то я ее решал. Сейчас я ее попробую найти. Или давайте я не буду ничего находить. Давайте поэкспериментируем. Поэкспериментируем. Поставим точку останова. Где у нас? Где у нас? Вот, вот здесь. И попробуем поклацать кнопкой мышки и определить. Ну, давайте вот самым правым нижним углом кликнем. Кликнул я. И какие координаты я получил. Я получил 1672 на 1042. В данном случае я получаю координаты нашего. Всего, всего, вот. То есть, разрешение монитора есть. Вот. И я их получаю. Но наше окошечко создано 800 на 600. Соответственно, было бы правильно, если бы вот этот правый нижний угол был бы примерно равен 800 на 600. Вот. Поэтому у нас и происходит вот такая вот ерунда. Как же ее можно решить? Ну, один из способов, как ее можно решить, это. Это, это завести пару переменных. Вот. Пару переменных. Сейчас мы это сделаем. Хотя, давайте проверим еще, возможно, нам этого делать и не надо. Кликнули. Давайте по event посмотрим, что у нас там у него есть. Так, express, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Окей. У ap-event, помимо pause, есть еще. Давайте справку. Откроем pause. Возвращает позицию виджета. Так же есть x и y. И есть global pause. Понятно. Ладно. Так, как я это решал? Вот. Есть, у меня две перемены. Scale, factor, x и y. Ну, то есть, какие-то пропорции относительно нашего экрана. Смотрите. Если наша кошечка создается вот таким, как мы создали для OpenGL. 800 на 600, то в данном случае у нас вот здесь ширина и высота будет 800 на 600. Соответственно, scale, factor будет один к одному. Если же у нас для OpenGL, мы сказали, это 800 на 600, но создали для себя 400 на 300. Значит, scale, factor будет 2. И вот когда мы координаты мышки где-то клацаем, вот эта координату общую, всю экранную, умножается на 2. Вот. Либо же наоборот. Ну, к примеру, в данном случае у нас... Ну, это если вы возьмете бумажечку и высчитаете. К примеру, сейчас у меня 800 и наш размер экрана 1680. То есть происходит вот такая вот штука. И в данном случае scale, factor получается где-то 0.5. Вот. И когда я делаю отрисовку, то я вот эту координату x умножаю на 0.5. И, грубо говоря, получаю те же 800. То есть вот здесь, смотрите за мышкой, я клацаю и получаю 1600. Но по факту, на самом-то деле, это нижний край экрана. И на самом-то деле, ширина там должна быть 800. Так вот, как раз вот этот scale-фактор, он и есть. Или же, если бы это было 400. Вот. Мы... Ну, если бы уменьшили. Ладно, не будем усложнять. То есть, я думаю, вы поняли идею. То есть мы получаем общие координаты экрана. А нам нужно пересчитать их для нашего OpenGL. Вот. Соответственно, вот этот scale-фактор. Ну, то есть здесь это сделано, как видите, так грубо. Вот. Его можно... Чтобы каждый раз оно не умножалось. Вот здесь при отрисовке. Это один раз изменить размеры объекта. Вот. Точнее, его координаты. Чтобы каждый раз не умножать. Вот. То есть это магические числа. Я думаю, вы знаете. Но, я думаю, вы их уберете. Вот. И теперь, теперь запускаем. И теперь давайте попробуем. Вот я клацаю мышкой. И как вы видите, все у нас хорошо. И давайте это проверим. Show fullscreen уберем. Вот. Давайте я это оставлю. Вот. Просто оставлю show. И запустим. Работает. Теперь уменьшим наше. Работает. Кстати, при изменении вот этого, надо бы тоже вызывать repaint. Ну, почему-то. Или update. Наверное, update. Ну, как вы видите, все у нас работает. То есть наш scale factor отлично работает. Вот мы сделали совсем маленькое окошечко. И вот мы клацаем. И все отлично. Вот мы сделали большее окошечко. И тоже все координаты с курсора мышки совпадают. Вот. Поэтому на сегодня, думаю, все. То есть какую-то базу вы получили. Вот. То есть, что можно сделать? Попробуйте сюда прикрутить. 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 И работайте уже с OpenGL. Рисуйте какие-то игры. Создавайте что-то. Графики. Еще что-нибудь. И уже используйте QT. Виджеты. И привыкайте уже к объектно-ориентированному программированию. Вот. Поэтому все. Всем спасибо за внимание. Подозреваю, что было не очень интересно. Нудновато. Но так получилось. Поэтому подписываемся. Делимся. Ждем новых видео. Комментируем. Все. Всем спасибо. Всем пока.